Ну-ка, кровь и кость Подерёмся немножечко О, какие-то придурки Пока не хватит кибердеки Да, блин, меня тут тачки заблочили Но меня банды периодически устраивают облаву И подъезжают, так сказать О, разыскиваются А почему я её не могу? Я её не могу атаковать, не знаю, почему Ладно, шельмы А, это потому что они из этого, как его там, клуба идёт Типа союзные в доску Шельмы, шельмы Ну там же месяц Вон он Задержите его Этого ты не переживёшь Ого О, Чевилион Эмпера 620 Рагнар Полный привод Станин занят Обладатель статуэтки золотой ремень безопасности Скионовской автовыставки 2072 года О О, уровень даже получил Так, возьму Наверное Это замкнутый цикл Прокачаю Прокачаю Ещё Интеллект Ого Чего У них тут У нас проблема Да бросишься Устрою тебе Весёлый Денёк Не-не-не Бесполезно Я знаю Куда буду бить Ещё до самого удара Классика Хоть бы что нового Я пришёл драться Который из вас Мой соперник Я А Двое Один за другим Значит Так не договаривались Ну что уж Кто первый Не-не Ты не врубаешься Оба этих тела Это один человек А в смысле У меня в глазах двоится Я раньше близнецами был Как нетрудно догадаться Самые близкие люди Но вот Захотели стать ещё роднее И установили синхронизаторы нейронных колебаний И вот Как видишь Теперь я Один человек На два тела Мои дела делают всё вместе Вообще всё А вы всё вместе делаете Одного очка не хватает Поднимаем ставки Окей Ну тогда поднимайте ставки Согласен Так будет справедливо Ну что Можем начинать Ну давайте приступим Согласен Согласен Покажем Поднимаем Согласен 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 Стой! Стой! Я сдаюсь! А ты попросишь пощады как твой братец или хочешь еще? Он не мой брат, он это я! Что ж до тебя не дойдет никак! На, твои призовые! А что, нехило! Ничего, в другой раз получится! Хорош сам с собой болтать! Ребят, не могу не спросить! Вы друг у друга мысли читаете? А не близнецы! Нет! Нет! Я один человек! Я один человек! И сознание одно! Иначе меня бы уже от шизы лечили! Офигеть! То есть раньше вас в цирке показывали, а теперь вы до бокса доросли! Да иди ты! А рипер то ваш часом не бухой был? А то рук вроде четыре, но все как будто левый! Заткнись! Архивный диалог пола Уилл! Можете поставить на паузу и прочесть! Так а чё, второй из них погиб получается? Или они как-то синхронизируют? Ааа! Нет! Наверное никто из них не погиб, но как бы они объединили каким-то образом, да А чё там в мобильнике? Говорят, ты надрал близнецам зад, продолжай в том же духе! О, тут еще есть Так, тут какой-то опять право Нарушение безопасности Киллера прокачал Репутация 25 Так, сообщение Товар для Отсона Еще всякая фигня Валяется тут Чип-лимит имплантов О Да, помню Не знаю уж, что ты ему сказал Но спасибо тебе Огромное спасибо О, еще 3500 перевела Так, тут еще Преступление безопасности Ну-ка, заражение Насколько эффективно Сейчас хочу проверить Ну, что-то мало урона А, видимо, там за счет того Что по области он должен носиться Ну, как бы он долго тикающий Ну, такое О Не, они тоже забираются на крышу Они не такие дурочки Они тоже забираются на крышу Они не такие дурочки Можно было бы их со снайперской винтовки Снять издалека здесь Потому что позиции удобные сверху Но у меня нет снайперской винтовки Ну, пистолетик неплох Похож È Похожие Всякие Всякие Снимай да блин как я попробую сейчас два перегрева на одного там поедет должно сбрасываться обнаружение что ли или нет не помню все равно меня обнаружили так что ладно и а и 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 Чисто. Синобия десяточку. Матриарх. Это он в самурайском этом стиле модернизирован. Так. Посылка для сирок о дне рождения. С днём рождения. Мат, оскорбление. Ладно. Так, а что тут мне? Все. Еще какое-то преступление здесь где-то. Так. 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 Нарушение безопасности Ликвидировано Награда Преступление служить и защищать Ничего себе Эдди, я выбрал место, где мы Оставим вам деньги Высылаю координаты и код от ТНК Приложение только подлить честно Не хватало еще, чтобы вы там передрались От Эдди Булавский Кому Митика Агата Гонорар, как пожелаешь, моя японская королева Вообще, есть мысль развозить ваш товар А пока Буке в патрульных машинах Там никто искать не станет По-моему, гениально, но за это придется доплачивать Не жадничай, едем и справимся А ваше дело следит за порядком И все, где-то я вычитал, что в Японии есть королева Долбик Так, здравствуйте, добрый человек Я отчаянно Так, нужна ваша помощь Так, здравствуйте, добрый человек Я отчаянно для вашей помощи Тут опечатки, или неправильно Он пишет Мое имя Лувиса Каок Я недавно потеряла мою работу Как комендант на евро-бизнес-машины Потому что я была в ужасной аварии С последним маем Теперь мои импланты Несовместимы с моей нервной системой Я потеряла функцион в обоих ногах Правые глаза В моем левой руке Хирургия слишком дорогая Для меня моя дочь очень больная Мой младенец слепо-глух Это моя мечта, чтобы показать ей мир Но я знаю, я не могу Лечение для обоих из нас Я все покорно прошу Что вы малое пожертвование Чтобы скупить новые глаза Кироши И мой маленький ангел Сможет увидеть ее мать и сестры В первое время Никто не забуду вашу доброту и щедрость Ловиса Короче, спам О, а уровни вроде неплохо прокачиваются Вот на этих квестах С устранением преступников Кстати Неужели я наконец-то могу 15-й левел взять интеллекта Супер О, тут есть добивание Высокое напряжение Восстанавливать еще 15% здоровья И опять не спамить Про добивание Ничего себе Так, ну я думаю Я вот это вскочаю Потому что мне прям не хватает Конкретно Что это такое? Служить и защищать Добраться до тайника полицейских Ааа Он прям рядом тут Начинающий паркурер Сложно Похоже вот там Где-то Но Как туда попасть С фонаря что ли? А, не Вон по вывеске Наверное Вот тебе и кироши Впрочем тут был Вход попроще Но Попроще для лохов Не окидывая Майк фиолетовый дракон Евро-доллары Да Неплохо Еще один киберпсих Тут Привет У нас подтвержденный Случай киберпсихоза О нем даже Макс так знает Только они Не приедут Потому что Мелитек Замял дело Сто процентов Это кто-то Из их людей Я бы поставила На лейтенанта Моэр Эту даму Надо как можно Скорее направить На терапию Так что Я тебя очень прошу Постарайся Подробностей немного Макс таку сообщили О нападении Киберпсихопатки Они выехали На их развернули Развернул Мелитек Оказалось это Их сотрудница Никая Мауэр Из спецподразделения Будь там осторожен Приказы Код красный Лейтенант Мауэр Угроза наивысший У объекта Обнаружены Симптомы Киберпсихоза Прогноз врача Во время телефонной Консультации Неблагоприятное Лечение невозможно Объект находится По указанным Координатам И ожидает Приезда бригады Медиков Возможно Нападение Из засады Внимание Объект вооружен Боевыми имплантами Военного образца При контакте Необходимо Соблюдать особую Осторожность После устранения Отправить доклад По зашифрованному Каналу связи Каналу связи Каналу связи Да я ее не вижу Ну понятно Ладно Разберусь Сейчас Так ладно Да как Да как Да с двух ударов Она еще мощнее Чем предыдущий босс Может быть В инвизии Ее будет умное оружие Как раз видеть Да что за херня Что испугался Кусок говна Она очень быстро Прек Не, надеюсь она жива? Или я её пришиб? Походу я её пришиб, придётся переигрывать. У меня будет какое-то сообщение? Да, убил. Нет, переиграю. Ау! Что испугал меня? Кусок говна! В общем, я её уже побеждал, так что я вам покажу, как я её вырублю, наверное. О! Живая? Чё-то понять не могу. Подробности немного, Макс Таку сообщили о нападении. Так. Так, пересылаю данную женщину из Мелитеха, в общем она служила у них в спецназе, видимо почувствовал, что крыша едет и запросил помощь. А Мелитех вместо этого выслал штурмовый отряд. Отлично, машина сейчас подъедет, у меня получилось ещё кое-что узнать, но немного, в Мелитехе не любят, когда под них копают. Похоже, Мауэр поставили экспериментальные боевые импланты. Может в ходе была какая-то ошибка, попробую разобраться. Ещё раз спасибо, деньги перевела. Всё, наконец-то она жива, живой взял. Приходилось уходить вот сюда вот немножко. Уходить, заходить, прыгать вот сюда вот на эти высокие штуки. Неплохо, в общем. Позвоним, Джуди. Где она там у нас? Вин? Это ты? Блин, а я думала, ты умер. Честно говоря, не ты одна. Я тоже думал, что мне конец. Неужели всё пошло не так? Всё мимо плана? То есть ты знаешь про налёт? Наверное, Эвелин сказала. Да весь город только об этом и говорили. Слушай, мне надо найти Эвелин. Давай лучше не будем о ней. Ты знаешь, где она? Я тебе что сказала? Не спрашивай меня. Точка. Джуди, серьёзно, ты моя последняя надежда. Мне надо её найти. Я знаю, ты можешь мне помочь. А кто сказал, что я захочу? Давай, может, встретимся и поговорим. А? Ты близец? Джуди, я еду. Оставайся на месте. Эй, кажется, я тебя уже видела. У меня хорошая память на лица. Развлечься хочешь? Я ищу Эвелин Паркера. Не знаешь, где она может быть? Бывала тут когда-то, но я уже давно её не видела. Мне нужно поговорить с Джуди. Она у себя? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Пугнёшь хоть одного клиента? Вылетишь. Смотри, какое миленькое личико. Смотри, что у меня есть. А? Хочешь почувствовать себя так же хорошо, как и я? Эй, ну ты чего такой скучный? Хватит уже, Зои. Мужчина ищет топовую девушку. Да ладно. Ну тогда тебя исключаем. Ты её потом ещё видел? Игнорит она меня с... Джуди опять устраивает сцену. Эй, куда собрался? Там ничего интересного нет. Пусть идёт. Это друг Джуди. Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречаешь. Что мне с ними всеми делать? К нам всегда шли те, кому нужна помощь. Такая уж у нас репутация. Что-то я не помню, чтобы мы открывали тут приют. Да ладно тебе, дай им шанс. Каждый из них может пригодиться. Дай мне много времени, они всё отработают. Отработают? Они до сих пор на ноги встать не могут. Для этого надо выбраться со дна. Погоди немного, может они тебя ещё удивят. Лучше пусть не пытаются. Угу. Сразу видно, что у нас тут всё по-человечески, без мятства. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Это мамочка, очевидно. Можно кое-что спросить? Не сейчас. Кто у нас тут такой настойчивый? О чём вы спорили? А, в кого не плюнь, все живут в каком-то своём мире. Если твоя жопа в тепле, то на остальных похуй. Эта Сьюзи довольно пробивная дама. Ваш босс? Ты что, специально пришёл выяснять, кто есть кто в шельмах? Джуди, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо её найти. Это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налёт, который сам просрал? Да что с тобой? Ты знаешь, чем всё кончилось. Значит, вы с ней говорили. Я знаю, что ты запорол дело и потерял всех своих. Настоящий профессионал. Я тоже получил пулю. Ой, да что ты. Для наёмников риск – это часть профессии. Ты развлекаешься? По сто раз спрашиваешь. Я ничего сложного не прошу. Просто скажи, где она? Почему скрываешь? Очень просто. Я тебе не верю. Конечно, я рисковал, как и мы все. Но Эвелин дала нам заказ и рисковала в первую очередь. Она с самого начала знала, на что идёт. Ладно. Придётся разгребать это говно вместе. Но ты в отчаянии. У тебя это на лице написано. Окей. Ну, допустим, я в полной жопе. Биочип, из-за которого устроили налёт, медленно убивает меня. Заказчик Эвелин может что-то знать об этом биочипе. Это может меня спасти. Вот поэтому я хочу узнать, кто её нанял. Ну, допустим, я тебе верю. Ладно. Эвелин – кукла. Раньше работала в облаках. Советую искать её там. А где это? Там на столе портсигар с адресом. Возьми его и отдай Эвелин, когда её найдёшь. Мега-башня. Статусное место. Стой! Скажешь потом, как у неё дела? Окей? Окей. Я тебе позвоню. Спасибо. Спасибо, Ви. Кукла. И почему я не удивлён? Тенграмма в повреждённом мозгу. Тебя ничего не должно удивлять. Ну что, поедем в эти облака? А почему бы и нет? А по-твоему, оно стало так само? Ты что, думала, в сказку попало? Не смеши меня. Чтобы быть женщиной, приходится чем-то жертвовать. Это тяжёлая работа, вообще-то. Мне не объясняй. Я-то всегда была женщиной. Так теперь, значит, выглядит женская солидарность, да? Бить по самому больному? А ты что думала? В сказку попала, сестрёнка. Чего уставился? Хочешь что-то сказать? Ну, говори. Не знаешь, что с Эвелин Паркер? А я-то тут при чём? Джуди тебе вроде всё сказала. Да, но ты же босс. Можешь знать больше. Эвелин уже давно распрощалась с шельмами. А что делают те, кто не из шельм, меня не колышет? У вашего клуба, наверное, солидный доход. А, и такие же расходы. А ты что, хочешь вложиться? Нет. Удивляюсь вашей деловой хватке. Мы заняли этот бар много лет назад. Каждый день удивляюсь, что он всё ещё стоит. В общем, пока справляемся. Слышал, вы помогаете девушкам с улицы? Это старая история. И довольно кровавая. Как и многие другие истории. Это когда было? Когда тигринные когти убили одну из ваших, и вы устроили восстание? Она была не первой, просто раньше все терпели. А тут терпение лопнуло. На улицу вышли все, не протолкнуться было. Девочки, сутенёры, фрики, до хера народу. Так и получились шельмы. Но это было давно. Теперь мы работаем за бабло, а не за спасибо. Я не могу помогать всем, надо заботиться о своих. Шельмы прежде всего. Ты же не к Эвелин пришёл, а за виртами Джуди. Да? Годные штуки, сама посматриваю. Джуди мастер своего дела. Её вирты настоящей жемчужиной. Это точно. Меня зовут Хэнс, мистер Хэнс, добрый день. Если тебе нужна работа в Пасифике, обращайся ко мне. Ви, даже не скажешь, приятно познакомиться? Скажу, очень приятно познакомиться с тобой. Звони, если будет что предложить. Да, видите, в дополнении в DLC, Liberty, там озвучка на английском. Не звони мистер всякой ерундой, я говорю только по делу. Зато вы услышали оригинальную озвучку. Хотя как оригинальный, тут много озвучек, но английская, как основа. Звони. Ну что? Можно вас отвлечь на минутку? Но, что на этот раз? У нас трубу прорвало. Козлы из городской администрации до сих пор не шлют нам сантехника. За языком следи! Не видишь, с кем разговариваешь? Ну, ну, хватит. Чем вам помочь? Ну, это нам бы трубу починить хотя бы. И, может, в паре квартир кое-что подлатать, а то ведь залило все. Ладно, это я устрою. Спасибо! Спасибо! Вымогатель тигряные когти. Лев Попов. Кендалл Рамнарин. Что будешь делать, когда ты видишь свое тело? То есть, никогда. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Какие то панки. Моя к ней рипер вдруг сможет новое достать. Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем, скорее, в плохом смысле. Откуда такие прогнозы? Я что-то упустил? Эта монтажерша что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. Тигриные когти считают филиалы Росаки. Интересно. Все корпораты играют грязно. Но улицы еще хуже. Там вообще одно говно. Так что корпораты отдают улицы на откуп бандам. Не хотят запачкать свои воротнички. Что тут удивительного? Я не про это. Если Эвелин хотела спрятаться, тем более Тарасаки, тут не лучшее место. Не хочу показаться грубым, но я все это в рот ебал. Что, хорошее настроение? Не каждый день полумертвый чувак таскает тебя по борделям в поисках хер знает кого. Классно же, я развлекаюсь. Из чего ты взял, что Джуди врет? Это называется интуицией. Знаешь про такую? Да, так называют способность, которая позволяет уверенно пиздеть. Ну, она слишком легко отдала ее координаты. Возможно, она пропала, поэтому... По-твоему, если выебать надувную куклу, это тоже измена? Тоже предательство? Ну, не совсем. А какая разница, надувная кукла или живая? Да просто живая это мясо, а не латекс. Чего непонятно? Вот именно, просто мясо. Ничего не понимает, ни о чем не думает. Тот же латекс, только живой. Это такой современный вид дрочки, вот и все. Бля, а ведь логично, сука. Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Не авторизированное сканирование. Не желаете подключиться к терминалу? Подключиться через личный порт небезопасно. Ух ты, у меня 15, чё, я не зря вкачал, что ли? Подключаться через личный порт небезопасно. Если вирус попадет мне в ядро, придется раскошеливаться на новую руку или ногу. Нам нужны данные из ядра, чтобы подобрать для вас куклу. То есть биометрический скан? Верно. Если что-то пойдет не так, вы сможете подать жалобу. Но такого еще не случалось. Пригодились мои великие познания. Я еще Эвелин Паркер. Хотя нет, это не точно. Сейчас проверю. Эвелин сейчас недоступна. Я должен ее увидеть. Это важно. Доверьтесь алгоритму. Он подберет для вас наиболее подходящую куклу. Все они могут в любой момент поменять цвет волос и глаз по вашему желанию. Я хочу только поговорить с ней, и все. Вам не о чем беспокоиться. Кукла поговорит с вами о чем только захотите. Подключитесь. Прости. Она сказала что-нибудь полезное? Раз тебе нужна особая жратва, шли нахуй официантку и сразу иди к повару. То есть? Заходишь как клиент и смотришь вокруг. Не хотят раскрывать карты? Отлично. Мы и без них сыграем. Откуда вы можете знать, чего я тут ищу? Облака всегда знают. Мы находим ваши тайные желания. Вы получите то, чего хотите. И не только. Наш клуб существует, чтобы превосходить ваши ожидания. Как тут все происходит? Моторными функциями куклы управляет алгоритм. Он превращает данные вашего профиля в ощущения в реальном времени. Поведенческий чип также блокирует воспоминания куклы о проходящем сеансе. То есть она ничего не будет помнить? Если я скажу да, сеанс покажется вам бессмысленным. Только от вас зависит, насколько рискованно в нем участвовать. Хотите сказать, это не опасно, но риск все-таки есть. Что-то вроде того. Главное, он будет не таким, как вы ожидаете. Воу, а вы меня заинтриговали. Я могу просто пройти туда? Подключитесь. А, понятно, они не пропустят. Хорошо, попробуем. Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно, иначе пропустите что-нибудь интересное. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Выберите стоп-слова. Самурай. Угу, сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с вами кукол. Как влево-то выбрать? Два совпадения. Интересно. Это нормально или... А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? Наверное, выберу Скай. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. Вот, пожалуйста. Угу. Оплата успешно прошла. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Скай ждет вас в девятой кабинке. Можете отключиться. Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение. Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Небогато. А не пошел бы ты нахуй, Джон? Облака одно из самых безопасных мест в Найдере. Желаю вам приятного отдыха. Ночная жизнь в Найт-Сити. Танцы и убивка Декаданс. Можете поставить на паузу и прочесть. А ты у нас, оказывается, извращенец. Вот избавлюсь от мозгового паразита, сразу выбор станет больше. Привет. Я Скай. А тебя ведь зовут Винсент? Ви. Просто Ви. По имени меня зовут только те, кого я близко знаю. Ну, хорошо. Ви. О, сеанс обещает быть интересным. Итак, Ви, ты умираешь. Откуда знаешь, что я умираю? Глубоко внутри. Ты боишься. Смерть тебя пугает. Даже если так, тебе-то какое дело? Из всех голосов в твоей голове громче всех тот, что зовет на помощь. Посмотри вокруг. Посмотри вокруг. Это все твои мысли. Я что-то вижу в этих зеркалах позади. Это проекция глубины твоего разума. Психоанализ в борделе. То, что мне было нужно. Я не буду разбирать твои проблемы. Я этим не занимаюсь. Я только должна исполнить твое самое заветное желание. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она работала здесь. Знаешь ее? Где она сейчас? Я знаю, что тебе нужны ответы. Но не те, о которых ты думаешь. Вопрос вроде был простой. Найти Эвелин Паркер для тебя не самое важное, правильно? Ты ищешь что-то другое. Я чувствую твой страх. У меня нет времени на диспуты. Я задаю вопрос, и ты отвечаешь. Где Эвелин? Почему мне сказали, что она тут не работает? Когда ты ее видела в последний раз? Что ты знаешь? У Эвелин была своя история, которая стала частью твоей. Ты ее найдешь. Ты всегда добиваешься своего. Ты так и будешь говорить загадками, да? Я не смогу помочь, если ты этого не захочешь. А дальше что? Медитация? Что-то вроде того. Попробуй. Думаешь, ты меня хорошо знаешь? Окей. Тогда скажи мне, чего я боюсь. Есть то, что ты ото всех прячешь. Ну, значит, для этого есть какая-то причина. У всех свои секреты. Да. Ты должен сам ответить на свой вопрос. Не для меня. Для самого себя. Я сдох один раз. А теперь подыхаю заново. Еще и не знаю, как это остановить. Ну что, довольна? Ты боишься. Потому что потерял надежду. Еще совсем недавно ты хотел стать лучше всех в Найт-Сити. Недавно это была главная цель моей жизни. А потом случилась вся эта херня. Теперь мне уже не до фантазий. Хочется хоть что-то оставить после себя в мире. Вместо надежды ты чувствуешь только боль и отчаяние. Мне кажется, ты боишься исчезнуть, как будто тебя никогда не существовало. Или ты боишься стать кем-то еще? Кем-то другим? Эй, не молчи. Смерть она и есть смерть. Ты умираешь и все. Ты не можешь знать наверняка. Хотя и успел побывать на той стороне. Поверь мне, я знаю. Умирать пиздец, как скучно. Ты все еще скорбишь по себе. Или потому, что будет. Когда переживешь такое, потом трудно прийти в себя. Смерть была тем, что случалось с другими. Что случалось из-за меня. А теперь вдруг настала моя очередь. Мало было мне умереть один раз. Теперь придется снова. Тебя пугает, что смерть абсурдна. А мучительные попытки избежать ее тщетны. И что дальше? А дальше ты узнаешь, что именно тебе нужно делать. Серьезно? Ты мне скажешь? Да. Ты никогда ни перед чем в жизни не отступал. Даже когда, возможно, стоило. В Нейт-Сити можно с легкостью поймать пулю. Даже пока ждешь такси. Но это никогда тебя не останавливало. Не мешало быть собой. Добиваться своих целей. Не помешает и сейчас. Как их добиваться, если мир так быстро меняется? У тебя все получается. Мир меняется благодаря тебе. И ты меняешься благодаря ему. Ни одно живое существо не стоит на месте. Ты не исключение. Не оглядывайся назад. Если надо убить, убивай. Если надо все сжечь до тла, пусть горит. Спасибо за все это. Так не хочется вставать. Никому не хочется. Но всему приходит конец. Самурай. Что происходит? Эй, меня почему-то выкинуло из сессии. Я хочу с тобой поговорить. Что? Ты сейчас серьезно? Ты сорвал стоп-кран просто, чтобы поговорить? Что-то случилось? Я что-то не так сделала? У меня последнее время слишком многое крутится в голове. Ты помогла немного отвлечься. Для этого облака и существуют? Теперь понимаю, зачем люди сюда приходят. Правда, я тут по другому поводу. Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер. Не особо много. Тут у всех свои кабинки, свои клиенты, свои проблемы, свой маленький мир. Это хрупкая экосистема. Когда такие, как ты, в нее влезают, она быстро рушится. Так что... Нет. Мне очень нужна инфа. Назови цену. Докатись ты к черту со своими деньгами и своей бабой. За такое с работы вылететь, как нефиг делать. Я готов покрыть все риски. Ладно. Хорошо. Давай свое бабло и сваливай, пока нас не засекли. А что-то необычное в последнее время происходило? Ладно. Я слышала, что клиент ее искалечил. Больше ничего не могу тебе рассказать. Такие поганые штуки случаются настолько часто, что все решили уже просто забить. И вообще, спроси лучше Тома. Они все время тусили вместе, могли сплетничать часами. Клиент напал на Эвелин? Вроде как. Не знаю. Там была какая-то жесть, куча охраны, вопли. Потом дело замяли. У нас тут лишних вопросов задавать не принято. Лучше ничего не видеть, не слышать и не говорить, кому попало. Что за Том? Кукла, как и я. Как и все мы. А ты что думал, кинозвезда? Где мне его искать? В вип-зоне. Вторая кабинка вроде. Видишь, какая-то польза от тебя все-таки есть. Спасибо. Ну-ка, если где-то случилось. Где это было? В ее кабинке. Я же сказала, она была с клиентом. Тогда, может, все-таки скажешь мне номер? Одиннадцать. Кабинка сейчас занята? Нет. Она типа недоступна с того дня. Мне нужно будет зайти в эту кабинку. Да? Это еще зачем? Не твое дело. Ты мне можешь ее открыть? Могу. Но ко мне больше не приходи никогда. Говори с Томом. Что за Том? Кукла, как и я. Как и все мы. А ты что думал, кинозвезда? Где мне его искать? В вип-зоне. Вторая кабинка вроде. Видишь? Какая-то польза от тебя все-таки есть. Спасибо. Так, одиннадцать и два. Это где-то? Предлагаю посмотреть что-то. Вот это что-ли прям? Так. А это что? Да у нее просто приступ какой-то случился. Значит, все-таки клиент тут ни при чем. Это у нее почему-то тормоза отказали. Я просто пытаюсь понять, что произошло. Вы не подумайте. Только из-за чего? Киберпсихоз? Может, ее взломали удаленно? Звучит безумно, но транеры такое могут. Ну, это тоже самое. Понятно. Остальные все закрыты. Ничего так. Но я бы лучше живьем поглядел. На такие-то ляжки. Че значит живьем? Это же программа. То есть я могу ей приказать что угодно? Все, что захочу? Приказать? Кому ты приказывать-то собрался? Ее настраивать надо. В борделях разную хуйню можно увидеть. Но это просто пиздец. Ты слышал? Они как начинают орать, что им больно. Так все и... А тут я бы... Это голограмма. Ты тупой, что ли? Уже помечтать нельзя. Ты все равно ее не взломаешь. Просто заткнись и смотри, что есть. В смысле не могу войти? Какого хера? Я тут, блядь, каждую неделю бываю. На этой неделе у вас нет доступа в вип-зону. А я говорю, есть. А я говорю, нет. Пожалуйста, обратитесь к администратору. Нет, блядь, я к тебе уже обратился, иблан. Ты вообще понимаешь, кто я? Какие-то проблемы. Этот дебил не хочет меня пускать. Я тут уже полчаса стою. Насколько я вижу, ваш пропуск в вип-зону был аннулирован. Что ты сказал? Держите себя в руках, или нам придется вас вывести. Всегда найдется деловой. Да уж. Ты сейчас обратно наверх? Ага. Сейчас только схожу по су. Можете поставить на паузу, прочесть сверхнование. Официальная биография Лиззи Уиззи. Доступ на второй этаж только для вип-гостей. Не смертельно, не смертельно. Так, вип-карта есть. Нормально он рукой там зафиксировал вся. Не зря прокачивался. Это что это? Опять кто-то вот... Да, вон, третью сейчас возьму. Значит, третью и первую. Нормас. Так. А что, мне имеет смысл? Не знаю, что я сделал Открыть силой Еще какая-то Это, видимо, обходной путь Так я, по идее, могу же пройти Тут можно? Находиться у меня ничего Типа я Да, мне разрешено тут Да, я у вас постоянный клиент Все равно Лишь бы быстрее дало по шарам Тяжелый день? Скорее, тяжелая жизнь Я бы взял что-нибудь фирменное Можно немного поподробнее? Давай самое лучшее, что у тебя есть Чтоб потом всю жизнь вспоминать Зависит от того, что нравится Просто удиви меня Импровизируй Круассаны Думаешь, они правда ничего не помнят? Ха, так в этом-то все и дело Они как раз и не должны ничего помнить Можете поставить на паузу и прочесть Найт-Сити для гурманов Такие вещи сохраняются на чип Откуда подгружается их личность Так, то есть Ну-ка, его отлить-то можно? Несмертельно А, это вот как раз та дверь, да Куда можно было пройти Хоть бы этот ни пиздел ни по делу Два секс-зомби за один день Это слишком много, даже для меня Привет Кажется, у меня тут что-то сломалось Я не очень понимаю У меня нет твоих данных Я даже не знаю, что делать Расслабься Тебе не нужны никакие мои данные и личные профили Я не клиент Мне просто нужно поговорить Именно с тобой Не как с куклой Ты же Том, да? Ага Я хочу поговорить с Эвелин Паркер Это очень важно Я тоже хочу Столько раз уже ей звонил Все без толку В смысле, ее тут нет? Она повредила себе лицевой экран Ей пришлось уехать в клинику в Осаке Или в Осло Наверное, все-таки в Осло Ты про случай, когда на нее напал клиент? В ее кабинке я видел кровь Ну, понимаешь, тут такое случается иногда И что, всем похер? Мы получаем новые импланты Больничные Иногда даже компенсацию Хотя, если так подумать Странно, что она уехала так далеко Она сама тебе сказала, что сваливает? Нет Просто не пришла на работу И трубку не брала Я решил спросить Дубмана, что с ней Он мне и сказал, что она уехала Где мне найти этого Дубмана? Наверное, у себя в офисе в подсобке Только клиентам туда нельзя Дубман? Кто это? Мистер Форест Все его зовут Дубманом Не знаю, если честно, почему Окей, значит, мистер Форест Кто он? Типа нашего агента Находит новые таланты Решает вопросы Само собой Может, этот Дубман нам разъяснит Что за ебала тут творится? Хотя я бы особо не надеялся У этих кукол ссаные тряпки вместо мозгов Вот что им надо заменять в первую очередь Еще можно взломать Две из трех Это лифт Склад, но это потом, наверное Тигр Тигр Байк есть? Дорогу знаю Несмертельно Дневник у Отсенской Можете поставить на паузу прочесть Много мата Всякого такого Куртизанки дневник В общем Секс и хром Можете прочесть Архивный делок Гарри Флинт и Джереми Уайт Подмени меня Сори, не вариант Пожалуйста Собо Тов Сюда Та-та-та Мат Пацан из дома сбежал Ну ищи Может, найдешь ДСБ Да я знаю, где он СБП К родителям просить денег На выкуп мусорщикам Эти его салями Порежут, если я не отдам Я на тени коленях прошу Упс Знаешь Джатара Щоба Который из когтей Знаю, конечно Психопат и садист Режет людей Он у Шельм в черном списке В смысле Девочки его заказали Ну ахуеть тебе И чё это меняет Такие, как он у меня Заранее в черном списке Ну и в черный список Немного другой Туда попадать опасно Вот когда я увижу Его вонючий труп Тогда поверь Аминь Куртка Эвелин Я ее видел Я ее видел Что это? Куртка Эвелин Мятая и грязная Похоже, давно здесь лежит Коктейльная палочка Легендарная катана, что ли? Перепопадание во время действия Оптической маскерки Мрачное Мистер Д Сегодня Он же тебе нравился Мне казалось Вы встречаетесь Ага Только он пришел Не ко мне Тебе же говорили Что все этим кончится Нельзя к ним привязываться Поверь Чем больше ты их презираешь Тем чаще Они возвращаются Стоп-стоп, милый Ты, кажется, заблудился Эй, не подглядывай А то сглазим Это, видимо, для прохождения В полном стелсе Это, видимо, босс Могу и силой открыть Расписание Эвелин Ну, тут ничего такого нет Сумочка Эвелин Сумку оставила Думаешь, она у нее одна Тут вся ее мелочевка Наверное, она спешила Изменение в расписании И происшествия Клиентка угрожала кукле Выявили проблемы с оплатой Клиент Заплатил друг Клиент Отказался покинуть куклу Выявили Флинт и Уайт Замена дежурств Клиент потерял сознание в баре Забрала бригад травмы Драку у входа Не прошла оплата Клиент устроил истерику Избитая кукла Клиент упал в обморок в комнате Приведен в сознание кукла И три клиента Отказались покинуть клуб Выявили Что-то их напугало Вон, видишь В два часа ночи Они согнали в клуб Сразу всех охранников Да еще и кого-то Из тигренных когтей вызвали Каталог Каталог Кандати Весна Чуть про оружие Производство Тут описания всякие Альен де Хосе Бейтс Дженнифер Брикс Томас Это данные на клиентов Что-то Похоже в тигренных когтях Те еще воя Яристы Постоянно следят Что куклы делают В этих своих кабинках Короче Они считывают данные С их чипов Это с самого начала Было очевидно Допустим Интересно Для себя Леони Собирают инфу А если на продажу То кто такое покупает Нападение на клуб Такого нетранером Сообщение Нужен доступ в кабинку 11 Все записи оттуда за месяц В рамках частного расследования Дженнифер Лейн Детектив Лейн Не мешайте детективочке Выполнять ее работу Если ей нужны записи Дайте записи Чтобы никто не входил В 11 пока не скажу Ну ладно Поговорим теперь С Дубманом Эй Клиентом сюда Вход запрещен Если не трудно Закрой дверь с той стороны Ты же видишь Я очень занят Я ищу Эвелин Паркер У нас тут такая не работает Раньше работала Что с ней стало Наверное Исполнила мечту Всех кукол И охмурила Какого-нибудь Богатого оленя Эээ Мой тебе совет Попробуй лучше Рокси Из второй кабинки Жопа Такая же круглая Остальное Чип доработает Разницы не почувствуешь Я вижу Ты человек деловой Мне кажется Мы с тобой договоримся А мне кажется Что ты маньяк Который охотится За своими бывшими По всему городу Ну это ладно Я тебя слушаю Были проблемы с нетранером Я могу помочь О 15 интеллекта Ничего себе Кажется вас недавно Взломал нетранер Я могу подсказать Как от этого защититься Неужто Я тебя слушаю Погоди Хочешь безопасную сеть Сначала помоги мне Найти Эвелин Иначе мы с тобой Не договоримся Ладно Ладно Я расскажу Все как есть Твоя телка Как ее Паркер Ее тут нет Это я уже давно понял Где она сейчас Думаешь Ты во всем разбираешься Да ни хера подобного Куклы тут сидят Не потому Что по жизни Любят ебаться Хрен знает с кем Они работают Их задача Приносить доход Эвелин не приносила доход? Увы К сожалению для нее Я видел Что она сделала С клиентом Ее заразили вирусом Кто бы не закоротил Ее схемы Атака шла Извне нашей подсети Раннер Общался с Декой Как виртуоз Чип Прожарился насквозь Мы пытались Его починить Но там Было без шансов Ээээ И часто у вас Такое случается? Ты встречал технику Которая не ломается Вряд ли Поведенческий чип Раскалывает тебе Сознание пополам Некоторые Просто сходят с ума На место Каждой сломанной Потаскухи Сразу приходят Десять новых Слушай, давай Перейдем к делу Что в итоге Стало с Эвелин? Сверху поступил Приказ Ее Утилизировать Ты ее убил? Нет Я нашел Рипера Который хотел на нее Посмотреть Сказал Что Как-нибудь починит То есть Ты отправил ее К Риперу Несмотря на приказ? Не слишком ли смело Для тебя? Ну Еб твою мать У меня же тут Не бойня Ликвидация Это крайняя мера И я всегда Звоню семье Если она есть Ну как По-твоему Сколько папочек Захотят ухаживать За мелкими шлюхами Которые скатываются В киберпсихоз Немного Выбрасывать их На улицу Тоже не вариант Это испортит нам Репутацию Ну Ты вложил деньги В Эвелин Это наверное Интересно Хотя Что он тогда ответит Ты вложил Свои деньги Чтобы помочь Бедный Убыточный Эвелин Да ладно Тебя не проведешь Рипер Сам мне заплатил За сломанную Куклу У всех Свои причуды Поверь Я на этой работе Всякого Навидался И не такое видел Фингерс В этом плане Уникум У него есть Все фетиши Даже те Про которые Никто не слышал Он то наверняка Нашел Эвелин Применение То есть Ты отправил Ее криперу Так это было Получается Он ее продал Черти кому Какой же ты мерзкий Для таких Как ты В аду Отдельный Котел А для таких Как ты Должны быть Курсы По оскорблениям Мы Закончили Давай фамилию И адрес Рипера Фамилии Не знаю Не зли Меня Он же Сказал Вроде Очень Надо Зовут Его Фингерс У него Клиника В переулке По Чпок Стрит Там ищи Эту свою Эвелин Так Теперь говори Какую защиту Нам ставить Чтоб не взломали Вам нужен Софт Который Изолирует Рецепторные Слои Импланта От сети Облаков Он будет Одновременно Мониторить И автоматически Пересекать Попытки Модификации Ядра А можно Теперь По-человечески Купите Смарт-ай Последние Модели Смарт-ай Ясно И больше Тут не Показывайся Ясно Поезжай Лучше На лифте Чем Быстрее Ты отсюда Съебешь Тем Лучше Доктор Фингерс Чпок Стрит Прям Влажная Мечта Студентки Отмывание денег Покушение на убийство Боевые стимуляторы Ем Гранаты В каком она была состоянии Когда ты ее видел Я тебе уже сказал Надо было слушать Вали отсюда Эвелин до сих пор У этого Фингерса Я тебе что Его секретарь Там склад еще был Не забывайте свое оружие Подожди Там еще был склад Ой-ой-ой Там есть кто-то О, три из трех И полов Интересно Если в холодильник убрать Они наверное Умирают или нет А, наверное Нет здесь Ну вообще Они же там Замерзнут насмерть И все без сознания Я кстати могу Повырубать всех По приколу Если только мерняк там Тревогу не подымет У них там ничего такого В принципе нету Ну-ка, а что будет если так Все, я всю охрану обезредил Им всем пофигу Еще этому можно немножко Обезвредить Но он тебе прислонился сюда Если ты его уже никак не обезвредишь Хотя Может хотя бы немножко Мусоргировать Да ладно Он устойчивый Я его не убивал Какой-то винтовочка Вдруг Выприпасы для Короткоствольного Вот и все Маш-маш В общем Когда босса вырубаешь Там у них видимо Тревога подымается Ладно, хрен с ним Не буду его трогать Да, вот видите Но их тут не держат насильно Они тут сами По своей воле Всегда такие люди будут Это еще не самое Наверное Худшее место Которое Которое можно себе представить Ой, я перегружен Хорошего дня Если захотите снова Оказаться в облаках Будем рады помочь Чао, бомбина Да, у меня перегруз На самом деле Очень сильный Столько разбирать Я думаю Лучше надо потерпеть Перетерпеть И продать 19-й левель Очень часто Хладнокровие 6-го требовалось Прокачать Пусть будет Так Ну Давай Наверное Вот эту Начну прокачивать Да уж Веселенькое Местечко От такого Веселья Повесится Недолго Тоже Предательство Ну Не совсем Какая разница Вижу, ты не изменил Мнение о кукольных домах Нет, почему же Раньше я считал Что их надо обходить За километр А лучше за два А вот теперь Я совершенно уверен Что их надо Выжечь напалмом Как думаешь У этого Фингерса Мы ее найдем Ви Если бы я был Предсказателем То не оказался бы Ебаным чипом В голове живого трупа Не понял А че лифт не работает Присел по чистоту Настоящий взрыв У тебя был план Но он провалился Потому что В таком состоянии Ты уже вряд ли Сможешь найти Хельмана Блядь Ну это что за херня Да что ж такое Господи Или тебе от меня надо Мы двигаемся Слишком медленно Ты загнешься раньше Чем мы узнаем Как разобраться с чипом Ну ты же сам хотел Чтобы я сдох Это было давно Я с тех пор успел Передумать Теперь ты мне нужен Живым Ты лучше скажи Что тебе вообще От меня надо Я вытащил карточку Выйти из тюрьмы Было бы глупо Ей не воспользоваться У меня Карасаки Личные счеты Я выставил их 50 лет назад И сейчас Я хочу закончить начатое А для этого Мне нужен ты Скажи Зачем Тебе так важны Твои устаревшие идеалы Или это личная месть Тебя не касается Просто доставь меня Из пункта А В пункт Б Слушай Погоди Я все придумал Я знаю Где мы можем Расцепиться И кто нам в этом поможет Ты наконец избавишься От Чипа А я раздавлю Аросаку Все выигрыши Разве нет? Нужно только найти Душегуб И добраться до Микоши Соглашайся Надо тебя игнорировать И все Ты просто Омерзительная галлюцинация Возможно А ты ходячий труп Я мог бы подождать Пока твое сознание Загнется И забрать себе тело Выродок ебаный Но как видишь Я решил тебе помочь Надо только найти Одну штуку Шесть букв Начинается на М Ладно Что такое Микоши? Начнем издалека Когда ты подключаешься К сети У Аросаки Появляется возможность Натравить на тебя Искин под названием Душегуб Который способен Украсть у тебя Душу и сознание Пока следишь за мыслью? Я же видел воспоминания Он тебя нехило отделал Видимо у нас больше Тем для разговоров Чем я думал Но это не важно Важно вот что Когда Душегуб превращает Твой мозг В манную кашу Ты умираешь Но твое сознание Копируется в инграмму Да Так ты и стал конструктом Именно Молодец Так вот Микоши Это логово Душегуба Там он хранит Анграм И всех своих жертв Не понимаю Что общего У Микоши И моих проблем С чипом Да А умом то Ты не блещешь Как я посмотрю Пятьдесят лет назад Микоши была Единственным местом На планете Где проводили операции На человеческом разуме Скорее всего Ничего и не изменилось Говорю тебе Все дороги ведут туда Там мы найдем ответы Каждый свой И как ты в этот раз Хочешь уничтожить Аросаку У тебя есть еще одна бомба И у бомбы есть имя Альт Каннингем Ни разу про нее не слышал Это пока Когда мы ее найдем Я вас познакомлю Короче, не тормози Надо понять Как забраться в Микоши Так Тут торговец рядом есть Интересно, ему можно продавать оружие? Эй Все в порядке? Не твоего Не твоего ума дела Я бы поел Да, отлично А, ну собственно Все, что я могу улучшить Это да Оружие уже не самое Лоховское должно быть Так что Могу улучшить до культового Да, значит Все остальное в принципе Можно продавать Это фигня всякая А получается Только вот эти Вот можно Два плюс уровень Ну-ка, если я Разбираю зелененькое Что там за него дают Компоненты предметов Уровень 2 Как раз эти компоненты Возможно Мм Может, конечно Продавать тоже Неплохо стоят Но Так, а подожди Давай Давай Давай, да Улучшим то Что у меня уже есть Я буду, наверное Активно пользоваться В любом случае Вот этой винтовкой Это урон Улучшит у нее Дальность Удобство применения Чуть-чуть Вероятность отравления Пистолет же не умный Нет Ну да Дорого-дорого Компоненты-то Можно еще улучшить Кстати Еще больше компонентов Нужно Да Тогда компоненты Актуальнее Тогда я сейчас Буду разбирать Всякое Другое оружие Пистолет могу Улучшить Кстати У меня много Этих Компонентов Катану Самую Лоховскую Уже Нужны были Высокого уровня Компоненты Да Нормально Я обещал Позвонить Джуди Это подписано Как другой Квест Так что Что именно Она скажет Узнаете уже В следующей части Прохождения Компоненты Компоненты Продолжение следует...